Добрый день! Школа психиатрии для всех, занятие 9, блок ответов на вопрос номер 1. Вопрос 1. При пролеченной черепно-мозговой травме полтора года назад сотрясение головного мозга в лёгкой степени, обязательны ли впоследствии такие отдалённые проблемы, как энцефалопатия, симптоматические припадки, деменция, психоза? КТ, МРТ, позвоночника, шейного отдела сделали через день, ничего не нашли, головного мозга тоже. Были проявления дезертрические, сейчас восстановились внешние гематомы. Ну, естественно, говорить просто по такому описанию достаточно сложно, но каких-то данных за то, что обязательно должна развиться энцефалопатия, тем более симптоматические припадки, деменция, психоза здесь абсолютно нет. То есть, да, то, что вот перечислены, цифалопатия, припадки, деменция, психоза, возможно при черепно-мозговых травмах, но это, ну, скорее не то, что исключение, но всё-таки достаточно редкий случай, либо это должна быть очень тяжёлая черепно-мозговая травма, а никак не лёгкая степень сотрясения головного мозга, либо это должна быть хроническая черепно-мозговая травма, получаемая регулярно. Вопрос номер два. Асфиксия при рождении может быть причиной неполноценной работы первого блока по луре, блок регуляции тонуса и бодрствования? Ну, опять же, очень сложно говорить, может или не может, смотря какая асфиксия, на каком протяжении времени, какой степени это асфиксия. В принципе, да, асфиксия может быть причиной нарушения блока регуляции тонуса и бодрствования, но опять-таки это весьма и весьма индивидуально, то есть нельзя сказать, что это обязательно должно быть, это только возможно. Вопрос номер три. В клинике, в учебнике психиатрии для всех отмечается, что деменция не является признаком нормального старения. Какой вариант нормального старения бывает? Соображение. Нормальное старение организма человека – это постепенное снижение энергетического уровня ЦНС и как результат угасание обменных процессов во всех системах, органах и тканях. Заснул, не проснулся. Да, в общем и целом, вот то соображение, которое вы высказали, оно в общем и целом верно. Единственное, что я бы не стал прямо в одно все увязывать энергетический уровень ЦНС – угасание обменных процессов в органах и системах. Все-таки, хотя ЦНС является системой управления организма в целом, но все-таки она и не единственная система. В общем-то, тут задействованы эндокринные системы, иммунные системы, достаточно много дублирующих друг друга систем управления, поэтому на нее все, на ЦНС, на центральную нервную систему, все не замыкается. Ну да, деменция – это болезнь, то есть деменция – это выраженное снижение интеллекта, выраженное снижение памяти, как следствие нарушения поведения, нарушения мышления. При нормальном старении таких нарушений в принципе не должно наступать. Да, вот ваш вариант, он, наверное, самый-самый-самый-самый-самый правильный, да, то есть все постепенно-постепенно-постепенно угасает, в равной степени ничто не отключается, и потом человек заснул и не проснулся. Но в реальности всегда какой-то орган или какая-то система выпадает первый, и тогда, соответственно, человек погибает от инсульта, инфаркта, почечной недостаточности, печеночной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности, онкологии и так далее и тому подобное. Деменция, естественно, нормой старения даже в очень пожилом и старческом возрасте не является. Четвертый вопрос. Несимметричный череп, затылок одна часть больше другой лицевой, а височные кости симметричны, может влиять на психическое развитие ребенка? На данный момент развитие невролог-психиатра ставит норму 5 лет. В анамнезе компенсированный гипертензионно-гидроцефальный синдром, а стеноневротический синдром невролог оставляет. Ну, начать с конца, стеноневротический синдром, в общем-то, должен оставлять и выставлять не невролог, а психиатр, скорее, все-таки. Как и предыдущие ваши вопросы, несимметричный череп сам по себе признаком заболевания обязательного какого-то не является. Даже с учетом вот этого гидроцефалии, гипертензионно-гидроцефального синдрома в анамнезе, в общем-то, это не является признаком патологии, признаком болезни. Ну, естественно, если там нет каких-то огромных изменений, я, понятно, что по вопросу определить не могу. Но вот судя по тому, что невролог и психиатр ставят норму кроме вот этого вот загадочного астеноневротического синдрома, то, в общем-то, я бы не сказал, что несимметричный череп может быть расценен как вот именно фактор, влияющий на психическое развитие ребенка. Даже как признак заболевания вряд ли, а уж как фактор, влияющий на психическое развитие, тем более нет. Вопрос номер пять. Есть ли взаимосвязь в соотношении между наличием дезембриогенетических стигм, более пяти у человека, и психическими расстройствами? Конечно, есть. Поскольку, когда мы говорим о любых нарушениях, даже минимальных нарушениях, и даже можно говорить не нарушениях, а расстройствах вот этого эмбриогенеза, дезембриогенетические стигмы, даже если вообще они никак не затрагивают психику, не затрагивают нервную систему, они влияют на физическое, психическое здоровье, функционирование человека в целом, в большей или меньшей степени. Поэтому определенные влияния оказывать, конечно, могут. Но, опять же, точно так же, как в предыдущих вопросах, здесь нету такой жесткой закономерности, что вот три уже будут влиять как обязательные условия возникновения заболевания, пять – это просто гарантированные заболевания, а две, может быть, и нет. И пять, и три, и два, в общем-то, не являются каким-то однозначным таким вот предиктом развития и возникновения расстройства. Так что, по большинству ваших вопросов, можно сказать, что влиять на психическое здоровье могут, но обязательным условием или обязательным предиктом психического заболевания не являются. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»